Приветствую вас на канале Моторсрак, это канал про моторы Грозойков. Сегодня у нас пришла вот такая вот машинка интересная MAN R2000, двигатель D2866, посторонние стойки в двигателе. Клапана мы посмотрели, все нормально, у нас пробитие прокладки ГБЦ в районе 5-6 цилиндра. Сняли нам, привезли двигатель, вот он у нас. Сняли его на ГРСТО и привезли его к нам. Мы будем сейчас разбирать и дефектовать полностью. Клиенты нам говорили, что ремонт уже времени пришло, ремонтировать его полностью, так как у нас просажена будет скорее всего гильза и надо будет фрезеровать блок. Поэтому мы приняли правильное решение, сняли двигатель для его полного ремонта. Человек купил эту машину не так давно, около года проездил уже и понимает, что двигатель скорее надо делать и что там соответственно не знает складышами и так далее с распредвалом. Первое подозрение было, что это распредвал, но проверив зазоры на клапанах, потом обнаружили здесь у нас пробитие. Так, приступаем к разборке двигателя. В первую очередь мы сняли клапанные крышечки первого шестого цилиндра для того, чтобы выловить здесь перекрытие, ой, точнее на шестом цилиндре перекрытия. Здесь приборовка, то есть момент впрыска и выставляем с помощью вот такого вот приспособления. Вот здесь вот есть флажочек с помощью приспособления с прорезью вот с такой вот устанавливаем, выставляем точку. Вот она, опа, вот так вот, выставили и сметим на маховики. Маховик пометили, я плохо вижу, что именно стоит при снятии маховика, мы посмотрим какой у нас градус стоит. Теперь мы можем спокойно разбирать дальше двигатель. Полностью его будем раскидывать. На интересных моментах буду останавливаться подробнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Три штуки у нас вот таких вот разбитых. Продолжение следует... 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 вкладыши стандарт есть и 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 откручиваю форсунки и обратил внимание что у нас одна форсунка тут сломана масляная форсунки гильзы мы достали более-менее везде выступ хороший буртик здесь вот у нас закусана резиночка так в целом все неплохо мы будем замирать уже с гильзами выступ и смотреть надо ли фрезеровать под гильзами так в целом пока неплохо все теперь спереди сейчас снимаем переднюю крышечку переворачиваем блог моем кожуха доставим какой-либо и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разобрал я весь двигатель... Наконец-то нашел хоть одну... Серьезную проблемку... Несерьезную... Термостаты стоят... Неправильно... Не той стороны... Они должны стоять вот так вот... Это единственное, что я пока на данный момент нашел... Не очень хорошее... Неправильное... А так в целом все неплохо... Так, разобрал я полностью двигатель... Промерил его... Промерил у нас все здесь хорошо... Промерил коленвал... В стандарте... Распредвал просмотрел... Все хорошо с ним... Толкатели у нас... Вот эти вот... Имеют небольшие повреждения... Начал крошиться... Вот... То есть одни здесь усиленные... Одни нет... Вот эти черные... Впускные... Выпускные... Выпускные... Ладно, что-то мы все хорошо с ними... Под замену будет... Так же... Так же у нас под замену... Поршневая компрессора... Уже... В не очень хорошем состоянии... Масло кидает... О чем поведал нам так же владельцы данного автомобиля... Вот... Масляный насос... В идеальном состоянии... Нигде никаких проблем нету... Ни задировки... Ничего... Помоем... Почистим... Соберем... Все будет хорошо... Под замену... Одна... Масляная портунка... Которая сломана... С этими... Будем думать... Тоже... Надо менять... Вот эти подпятники... Подпятнички... Вот эти вот... Три штуки... Топливные... Надо проверять... Головки... Рассухарил... Тоже... Особых проблем нету... Шатка только... На выпускную... У нас... Разбитый направляющий... Выпускного клапана... Вот видно... По... Клапану пробивало... И так же сверху... То, что я показывал... В начале ролика... Разбитого здесь... Вот... По идее... Это все можно восстановить... С помощью вот такого вот... Нашего станка... С помощью вот такого станка... Это можно установить... То есть восстанавливается... Здесь... И восстанавливается посадочная... Вот здесь... Вот эта выработка... Вот... Но... Будем смотреть стоимость клапана... Если... Стоимость... Не заоблачная... То будем менять на новую... Если... То тогда восстанавливать... Если... Какие-то проблемы с покупкой... Все... В остальном... В принципе... Ничего плохого... По двигателю нет такого серьезного... Также будем проверять... Посадочные подгильзы... При необходимости... Фрезеровать... Посадку... Гильз... Все... На этом, в принципе... Разборка закончена... Заказываем запчасти... Согласовываем с клиентом... Моем все запчасти... И начинаем сборочку... ТихомуRaz... Появилась Scalanothpeдеfer... Продолжение следует... Продолжение следует... Всед görünigt...